Мошенники придумали новый способ, как лишить человека денег. Схема довольно простая. Аферисты, выдавая себя за сотрудников банка, отправляют жертве сообщения на один из известных мессенджеров. Текст примерно следующий. Ваши карты неизвестные хотят оплатить покупку в интернете. Чтобы отменить перевод, позвоните по указанному номеру. На том конце провода работает хороший психолог. Он постепенно входит в доверие, и человек, ничего не подозревая, называет ему все данные карты. Как итог, деньги исчезают со счета. Жертвой такого обмана на днях стала жительница Наринмара. Пострадавшая согласилась на интервью и рассказала нам подробности преступления, совершенного против нее. Стандартное сообщение от номера 900. Полицейские потом выяснят, что это не нули, а две буквы О, потерпевшая запомнит надолго. Псевдосотрудники банка написали, мол, ваши карты неизвестные хотят оплатить покупки в интернете. На общую сумму 25 тысяч рублей. Чтобы отменить транзакцию, необходимо позвонить на указанный телефон. Трубку снял мужчина. Он представился специалистом отдела финансовой безопасности. Аферист попросил назвать номер карты. С этого все и началось. Пострадавшая была уверена, это не мошенник, ведь человек, который с ней разговаривал, прекрасно владел банковской терминологией. Все манипуляции были продиктованы очень четко, очень профессионально. У меня не возникло ни доли сомнения, что со мной разговаривает не сотрудник банка. Все банковские термины он говорил очень отчетливо, уверенно. Злоумышленник действительно оказался хорошо подготовленным. После ряда манипуляций на телефон женщины пришло СМС с кодом. Его она сообщила аферисту. Мужчина обрадовал пострадавшую. Перевод отменен. Впрочем, через несколько минут с банковской карты пропали 13 тысяч рублей. Тогда-то обманута и поняла. Она стала жертвой мошенников. Женщина признается, с аферистами уже сталкивалась, но в прошлый раз на поводу не пошла. Пришли СМС от 900, ну настоящие, что с моей карты пытаются снять от Сбербанка. И тогда я пресекла эту попытку снятия средств, заблокировав быстро свою карту. А вот сейчас вот как-то так. Мы позвонили по номеру телефона, который был указан в сообщении. Сработал автоответчик. Незнающему человеку сложно понять, что это всего лишь запись, сделанная преступниками. Если вам не поступало СМС от аферистов, с оператором связаться невозможно. Специалисты говорят, мошенники заранее все продумали. Ведь таким образом они себя застраховали. Здравствуйте. Вы позвонили в Сбербанк. Для звонков с мобильных телефонов по России вы можете воспользоваться бесплатным номером 900. Подобная история произошла с еще одним человеком. Он уже обратился в полицию. В общей сложности мошенники списали с карт пострадавших более 80 тысяч рублей. О злоумышленнике в ходе беседы называли их контактные данные. То есть входили в доверие. После чего, не вызывая сомнений, потерпевшие сообщали им контактную информацию о своих банковских картах. После чего, значит, злоумышленники подключались услугу мобильной банки и осуществляли списание денежных средств. Сотрудники Сбербанка тем временем официально заявили. Для информирования своих клиентов кредитная организация. Они используют Вайбер и другие социальные сети. Если вам пришло сообщение через ВКонтакте или Вайбер от имени банка с номера, который похож на номер 900, это уловки мошенников. И сколько бы полицейские не предупреждали население, жители региона продолжают попадаться на удочки аферистов. Хотя, казалось бы, самый простой способ избежать мошенников – это не отвечать на незнакомые номера и смс-сообщения. Олег Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.